Но он для вас был больше кто? Мужчина или продюсер? У нас был секс в течение четырех дней. А вот такая яркая, эпатажная, вы всегда были? Ну, кривая, косая, страшная, переделанная вся. Я просто, в принципе, не могу понять, как может вообще кто-либо так себя вести с человеком. За что? И я вскакиваю, несусь к нему, вот так вот замятиваю. И начинаю плакать. Не ушел от жены? Ушел. У меня все уходили. Жизнь подходит к концу, но я любила. Твою ж этак мать! В 90-е она ворвалась в мир шоу-бизнеса с невинными хитами «Школьный роман» и «Уличный художник». Сейчас, спустя много лет, она нередко эпатирует публику откровенными образами и громкими романами. Но она намного глубже, чем кажется на первый взгляд. У нас в гостях певица и автор романов Наталья Штурм. Сейчас, подождите секундочку, у меня не тот чулок. И он у меня поехал. Сейчас мне его надо передвинуть. Так. А то это будет видно. Хотя нет, нормально, он еще терпим. Так. Слышь, неужели его расстегивать придется? Я могу вообще его снять, конечно. Но тогда у меня будут разные... Ну, давайте я попробую сейчас. А это даже прикольно. Что он... Что он разный педикюр. А, да? Женщины делают пластику, чтобы быть красивыми. Это не секрет. Да. Меня удивило другое, что когда вы сделали свою пластику, вы показывали период реабилитации. Период, когда, собственно, не то, чтобы показывать не хочется, жить не хочется. Это очень больно, это... Ты сама ответила сейчас. Когда мне не хочется жить, и когда у меня стресс сильнейший и страшнейший, я начинаю выходить на публику, и я этот стресс делю с вами, с публикой, разгружаясь таким образом. Это психологический прием. А вот кто вам чаще пишет негатив? Женщины или мужчины? Не, всегда женщины. Всегда больше негатива пишут женщины. Ну, кривая, косая, страшная, переделанная вся, нимфоманка, извращенка. Убейте меня, если я буду такая, как Штурм, к ее годам. И что? И вам легче становится, когда вы это читаете? Да, потому что я знаю, что все это не так. Иногда я даже смеюсь. Я не обижаюсь на это, потому что это все неправда. Про пластику мы с вами начали говорить. Давайте договорим уж. Ну вот вы делали 10 лет назад в программе, насколько я помню. Да, ну не 10, 8. 8 лет назад. И после этого не делали с лицом ничего, только тело? Нет, я сделала в этом, в августе этого прошлого года. Я сделала, вот здесь вот маленькие проколы делаются. Это чтобы мне поднять брови. Мне всегда мама говорила, у тебя взгляд чуть-чуть тяжелый, брови низкие. Тебе надо брови поднять. То есть у меня всегда мамины слова в голове, поэтому я решила, думаю, ну почему бы не подтянуть. Кроме того, мне еще очень раздражало, что я, занимаясь спортом, такое количество лет, никак не могу избавиться от валика на животе. Он небольшой, но он у меня с 25 лет. Как я родила Лену, вот у меня вот эти вот подушечки, они были. А поскольку я человек, который фанатично любит вот этот фитнес, вот, я уже и так, и так. И мы пробовали укольчик сделать. Что-то рассосалось, что-то осталось. Я думаю, нет, пойду попрошу, чтобы мне сделали все-таки. В итоге откачивали, да, липосакция? Откачивали, да, липосакцию сделали. А сколько откачали, если не секрет? Я не помню, мне сколько сказали, я говорю, что так много. Я говорю, и должны были пересадить в попу немножко. И остальное, говорит, мы выкинули. Я говорю, как выкинули? Мне попы не хватает, еще надо было в попу добавить. Как же выкинули? Нельзя мое выкидывать. А как ваша мама реагировала на вот эти ваши такие вот экстравагантные посты? Во-первых, она понятия не имела, что такое Инстаграм. У нее не было ни одной соцсети, потому что у нее был обычный телефон. Но из Инстаграма все выходит на газеты и так далее. Наверное, когда ее доходило. По поводу моих, это еще же началось с плейбоя, из снимка школьного романа. Мама мне говорила, у тебя красивая фигура. Почему не показать красивую фигуру? Советы умные давала, абсолютно деловые. Здесь вот почему тебя так сняли, что у тебя красивая линия бедра, почему нет, и начиналась на эту тему. Что же у них руки кривые, они не видят, как они тебя снимают? Это не к вам, ребят. Слава богу, мамы здесь нет, она вам ничего не скажет. Но она бы сейчас выстроила каждую вашу камеру, сказала бы, что она вас думает. Вам бы сказала, что вы симпатичный молодой человек. Вам бы сказала, что вы похожи на Константина Георгиевича Паустовского, ее любимого писателя. Девочек, ну не знаю, сказала бы себе на уме. Так, про вас бы сказала, какая милая, какая приятная девушка. Но это до тех пор, пока вы не начали бы с ней что-то обсуждать. Как ваши отношения с мамой менялись? Я ее как-то раз спросила. Я говорю, скажи, пожалуйста, вот у меня такое ощущение, как мне кажется, что ты меня стала меньше любить. Она говорит, как только мужики у тебя появились в жизни. Я говорю, слушай, это как далеко-то получается, с 17 лет. Она говорит, ну да, как только мужики стали появляться у тебя, и у тебя началась своя жизнь, тогда, говорит, как-то я постыла к тебе. Но, тем не менее, мама присутствовала в моей жизни ежеминутно. Наталья, у вас несколько высших образований. Да, два. Два. На кого вы учились? Я очень боялась, что меня не примут в музыкальное училище по какой-нибудь причине. И я одновременно продублировала документы, сейчас это уже можно сказать, и подала в Институт культуры на отделение библиографии, что-то там такое, художественной литературы, искусства и всего. И тоже туда поступила. То есть я поступила в два отделения, только в музыкальное училище я поступила на... Очное? Очное. А там я поступила на вечернее. И я гоняла по всей Москве, вот после музыкального училища я ехала в филиал Института культуры. То есть, получается, ваша профессия, ну, по первой профессии вы певица. Да, да. А по второй профессии? По второй профессии я библиограф, литературовед. Хочу поговорить про работу с Новиковым. Как мама ваша к нему относилась? Обожала. Мама его обожала. Маме он подарил шубу сразу, которой у нее никогда не было. Она говорит, Саша, тот человек, который сделает то, что не сделают другие. Я говорю, мам, ну это очень тяжело, когда на тебя кричат, когда машут кулаками. Это уже начался у нас период развития отношений, когда он пытался железной рукой вогнать меня в мое собственное счастье. Это в кавычках его фраза. Вот мама мне говорила, что налаживай, налаживай всяческие отношения, чтобы не ссориться. Как вы познакомились с Александром Новиковым? С Новиковым мы познакомились с театрой эстрады. На моем выступлении столкнулись в коридоре, потому что очень много было народу в гримерной, и я вышла туда специально причесаться, там не было места. А он там прогуливался, руки в карманы, такой весь недавно откинувшийся, крутой, и у него там Мерседес под окном стоит, который он мне сразу же показал. Вот, он искал вдохновение. И он мне сразу, он говорит, я хочу послушать, что вы поете. Он пошел за кулисы, послушал все мои четыре песни выступления, сказал, конечно же, что напишут лучше, что эти надо выкинуть. Собственно, с этого началось наше сотрудничество. Но он какое на вас впечатление первое произвел? Хамское такое весьма. А зачем вы с ним тогда начали общаться? Ну вот, я хочу понять эту ситуацию. У вас концерт, вы молодая певица, вам 25 лет где-то, да, примерно? Да, 24-25, да. 24-25. Дома дочка. Да. С ней мама, видимо, сидит, да? Да. Вот вы выступаете, и вот какой-то, значит, нахал. Присоснова. Какой-то нахал к вам приходит и говорит, ну да, ты, конечно, песни нормальные. Песни плохие, она сказала. Да, песни плохие. Песни дерьмо, песни выкинуть все надо. Да, я тебе скажу, как он сказал мне четко, совершенно. Он подошел и говорит, девушка, вы танцуете или поете? Я посмотрела на него, говорю, пою. Он говорит, а я, Александр Новиков, ожидая реакции. Я стала копаться в памяти, не в состоянии вообще вспомнить, о ком идет речь. И вдруг у меня что-то всплыло, я говорю, а мне почему-то что-то такое, ассоциация с Вилли Токаревым возникла, что-то с Америкой и так далее. Я говорю, а я думала, вы маленький низкий еврей и живете в Америке. Он говорит, видите, а я высокий русский и живу в Екатеринбурге. И очень обрадовался этому. Он непосредственный человек, он очень любит свое творчество. Меня это в нем всегда очень, ну это было мило, это было мило. Он тогда еще был очень приятным? Или уже сразу показал свой характер? Нет, 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 он очень был мягкий. Он старался быть максимально мягким, обходительным и очень-очень заботливым. Очень. То есть Александр был всегда, он сразу смотрел так, ну тебя, конечно, надо переодеть. Ну, конечно, вот в этом выступать не надо, я тебе все новое куплю. Он меня вообще даже не спрашивал. Я говорю, да. Он пришел ко мне потом домой, у меня была коммунальная квартира. Ударил кулаком по стене, сказал, что стена дырявая, что надо здесь делать ремонт. Тут же пригласил бригаду людей, я просто вообще не успевала опомниться. Дальше он собрал все мои вещи абсолютно, даже вплоть до белья. Ну вот, собрал, запихнул в багажник Мерседеса и отвез на ближайшую помойку. Я бежала за этой машиной, и я говорила, ну хотя бы вот трусики вот эти вот красивые, мне их из-за границы подарили, привезли. Я говорю, пожалуйста, оставь. Он говорит, нет, ничего того, что у тебя было до этого, у тебя не будет. И он полностью меня оградил от всего. Даже от друзей и от подруг. Ну, изначально у вас были отношения артиста и продюсера, или сразу были отношения мужчины и женщины? Саша был женат. Да. Но у него семья была в другом городе, поэтому создавалось впечатление, что, находясь в Москве, у нас как бы семья. Вот. Ну, естественно, он был женат. Он жил с вами в этой коммунальной квартире, получается? Ну, что, значит, жил? Он приезжал ко мне туда, он писал песни. Иногда он оставался даже на ночь и сидел на кухне, а я спала. Он у меня приходил, будил и говорил так, ворона. Он меня называл вороной. Почему? Ну, у меня волосы черные были, и в профиле иногда у меня нос так вот кубанский, казачий, как у бабушки у моей. Бабушка у меня кубанская казачка из Краснодара. И приходил, и будил меня, и говорит, послушай, какой я шедевр написала. И вот я в 4 часа утра просыпалась, и вот приходил. И делала все, как он говорил. А в 9 он просыпался, у него там, видимо, когда он сидел в тюрьме, у них рано, они просыпались. Он меня будил рано, поспать невозможно. Он говорит, давай беги, бегай вокруг дома. Бегай вокруг дома, худей, ты толстая. Вот. Я обливалась слезами, бегала, обловжившись пакетами. У меня даже однажды, у меня прекратились месячные. В Америке вообще был кошмар. Вот это у меня окончательно ломануло, потому что у нас была пересадка из Майами в Нью-Йорк, а это была зима. И в Нью-Йорке холодно было, а в Майами тепло. И я поняла, что я не подготовилась с вещами, и выйду в аэропорту, у меня не будет теплых вещей. Я говорю, Саш, можно я вытащу из чемодана вещи теплые? Я не знаю, что у него в какой момент происходило в голове. Это последствия вот его сложной жизни, или просто ему нравилось так вот издеваться надо мной. Но он взял мой чемодан и целиком его вытряс весь на... Вот перед стойкой регистрации. А сзади стоит очередь. И это все видят. И я, обливаясь слезами, соплями, слюнями, там еще чем-то, вот ползаю, собираю свои трусики, собираю свои там вот бебехи, вот эти вот пожитки, вот запихиваю их в чемодан и все. Он говорит, а вот чтобы ты знала, что заранее надо готовиться. То есть он меня муштровал, как будто я солдат буквально. Вот. И что-то у него получалось, но что-то ко мне, во мне, конечно, вызывало протест, безусловно. Потому что унижение, тем более публичное, я понимаю, если бы это фильм был 18+, унижение публичное, это одно дело. Вот такие бывают фильмы, после них вирусы заходят в интернет. Вот. А это было совершенно другое унижение. И я сказала себе, что на этом надо, в общем-то, заканчивать. Мы сели в салон, ко мне подошел коллектив Шуфутинского, они, оказалось, ехали вместе с нами в балет. И сказали, Наташ, слушай, Михаил Захарович так расстроился, и оказывается, ты была на его концерте и не сказала никому. А я не сказала, чтобы Саша не ругался. Он был в Екатеринбурге, я пошла на концерт Шуфутинского, меня его балет пригласил. И я пошла тайком, потому что ходить на концерты других артистов было нельзя категорически. Я должна была слушать только песни Александра. Это было заведенное правило. Только он, только он. Даже два отделения мы работаем на концерте. Я первая, он второе. Я устала, ни хрена. Я вспотела, тоже ни хрена. Я должна идти в зал и его слушать. Я уж там иногда колготки себе рвала, чтобы только остаться в этом сцене. Я говорю, видишь, колгот, как я пойду в таких колготках, я не могу, вот они порваны, я не могу идти в зал. А сколько вы были вместе? Четыре года. Четыре года? Да. Удивительно. Вот я не могу понять, потому что я смотрела интервью с ним тоже, мне было любопытно, вот когда я готовилась к вам, и он у меня произвел впечатление такого справедливого человека. Вот почему, как вы думаете, он так себя вел? Я просто, в принципе, не могу понять, как может вообще кто-либо так себя вести с человеком. За что? Я же вам не рассказала вообще, как он себя вел со мной по сравнению с другими унижениями, которые я испытывала, причем, знаете, именно такие творческие. Когда стоишь перед выходом на сцену, я, например, запомнила на всю жизнь два концерта особенно. Один был в Нижнем Новгороде, мы только начинали работать, и я выходила первое отделение, он второе, и для меня это, естественно, было волнительно, и он как продюсер должен был меня поддерживать, безусловно. И я стою за кулисами, и я радуюсь, я настраиваюсь, я улыбаюсь, я уже, уже, по-моему, клип вышел, школьный роман, и уже обложки уже появились, уже меня знают. Я, естественно, настраиваюсь, меня уже любят, да, я уже стесняюсь даже говорить такие слова, как меня могут любить, когда рядом Александр стоит, его должны любить, а не меня. Но я этого не знала, к сожалению, я думала, что вот ждут меня и любят меня. Он подходит и говорит, а ты чего улыбаешься? И пальцем в печень, вот так вот. А мне уже, меня объявляют сейчас, у нас в гостях, сегодня к нам, приехали в гости, замечательная, прекрасная, красивая, исполнительница, самая знаменитая сейчас песня, хитаж, школьный роман, и так далее. Меня объявляют, он говорит, ты чего радуешься? Хочешь, я сейчас билет тебе куплю, и ты уйдешь обратно в Москву? Ты думаешь, я тебя хоть кто-нибудь вспомнит? Все на меня пришли, на меня пришли, а не на тебя, ты здесь никому не нужна. И вот в этом состоянии объявляют, Наталья, штурм! И я выхожу на сцену. И мне звукорежиссер, который работал с нами, он говорит, слушай, а чего у тебя на первой песне всегда голос так дрожит? Ты так волнуешься, да? Если бы он знал, что со мной происходит за кулисами, он бы, конечно, этого вопроса не задавал. Потому что это было какое-то, это, ну, как пытка какая-то была. Я не знаю, зачем это надо было. Может, ему казалось, что это как тренерская работа, максимально вздрючить своего подопечного, чтобы он вышел и выдал. И я понимала, что это неправильно, но не совсем понимала. Я думала, может быть, действительно, что-то я неправильно делаю, надо еще больше слушаться. И таким образом я затягивала вот в эти абьюзивные отношения все больше и больше, когда человек позволял себе все больше и больше. Я помню, у меня одна песня была, ее мало кто знает, она «Мой милый, мой мальчик, букет твой завянет, а жаль!» Вот что-то типа такого. Вот, я в волны бросаюсь, мне хочется просто любви. А я стою, а на меня вот так вот через зеркало, вот так с таким вот кулачищем стоит, вот так с таким прищуром, Александр смотрит. И показывает мне жестом, что я очень плохо все делаю, все не так делаю, и голоса у меня должно быть мало. А я пою много, никому твой любви, и все же цветы на-на-на-на-на-на-на, все твои, мальчик милый, на рябинах с носа кисти, ответом не отброшен, ветром нехороший, что-то такое. Вот, и я это пою, он говорит, не надо мне этих выпиваний, говорит. «Мальчик мне подброшен, ветром бой хороший». Вот что-то типа такое. А я певица, мне петь хочется, я всю жизнь училась музыке, мне хочется... Хотя бы, если бы не академическим хорошо, да, я спою... Что стоишь, качаясь... Дай мне это спеть, я же хочу петь, мне тяжело исполнять песни без голоса, при том, что он у меня есть. Мне, знаете, что интересно? Мне интересно, а сколько длился период, ну, хороших отношений с ним? Все-таки молодая, красивая девушка, он пытается ее очаровать. Когда... Ну, не может же он сразу стать там, не знаю, не знаю мы каким. Когда я говорила «стоп», когда я говорила «все», я говорю, «Саш, я тебя недостойна, давай, ты сам по себе будешь своим гениальным творчеством заниматься, а я своим сама буду заниматься». Вот тогда Саша изменялся. Саша сразу становился милым, очень несчастным, вот, он даже мог выпить и немало, вот. Он тут же писал стихи нежные-нежные и нежные записки. Такие записки, что я даже вам прочитать их не могу, я их помню наизусть. И насколько его хватало? Ненадолго. Все так вот шло циклично. Все как качели было постоянно. Тут же, так, Ворона, у нас съемки, все. Так, красиво накрасьте, пожалуйста, ничего не жри, потому что у тебя между зубами что-нибудь будет потом, мне надо за этим следить, еще мне за собой надо следить, еще за тобой надо следить. Так, выглядишь нормально, худая, все, больше вообще не ешь. Всю неделю ты эту есть не будешь. Так, выглядишь хорошо, все, сиди. Спина ровная. Так, это самое, глаз должен гореть, должен гореть глаз. Ты, ты кто? Я говорю, я ворона. Ты поняла, ты помнишь, да, что ты ворона, что я главный, что ты никто и звать тебя никак. Я говорю, да. А глаз почему не горит? Хочу я тебе по печени дам, у тебя сразу глаз загорится. Я говорю, не надо, глаз загорелся. Все, пошли сниматься. Но он для вас был больше кто? Мужчина или продюсер? Вот он для вас. Вы его как воспринимали тогда? Очень сложный вопрос. Вы хотели за него замуж? Нет, никогда. Дело в том, что я не садомазохистка. Я никогда не хотела, чтобы рядом со мной всегда находился человек, который доводит меня до слез. Это главная причина. Если нету таких людей рядом, я лучше буду одна. Мне так спокойней. Может быть, действительно, правило успеха состоит в том, что должно быть постоянно вот это вот, как на вулкане, как будто ты находишься в землетрясении постоянном. То есть меня надо гонять. Он мне говорил, сама ты ничего не сделаешь. Сама я без него записала еще один диск, сняла несколько клипов и написала пять книг. Кроме того, купила недвижимость, родила сына, родились внуки. И я сохранила ментальное и психическое здоровье. Как вы решились его бросить? Я говорю, Саш, смотри. Я зашла с другой стороны. Я говорю, ты великий. Да нет, ты супер великий. Я отнимаю у тебя время. Давай ты будешь заниматься своим великим творчеством, а я уж там сама как-нибудь. Вот. Он не понял, что это такое, как это может. Ты понимаешь, вот я, это он говорил так, вот я, курю сигарету. Ты это сигарета. Не может сигарета бросить того, кто ее курит. Только человек может выкинуть сигарету. Поэтому то, что ты говоришь, это неправильно. Я говорю, хорошо. И я ушла из дома. Просто уехала к друзьям на несколько дней. Он приехал, увидел, что никого нет, написал мне записку очень хорошую, извинительную, естественно, там со стихами. Записки у него были всегда великолепные. Однажды записку одну нашла его супруга. Он написал ее ночью и оставил ее на столе, а она прочитала. Это было в Екатеринбурге. К сожалению, я этого письма не увидела, а хотелось бы. А с его супругой вы были знакомы? Нет, мы не были. Она мне однажды позвонила по телефону, и мне было это очень неприятно. Что она позвонила? То, что она позвонила? Нет, не то, что она позвонила, а что дошло до такого. Что человек, в общем-то, абсолютно бесконфликтный и мирный, тихий, и сам страдающий. Уж я-то это знаю. Что он вынужден звонить был и не ругаться на меня, а плакать. Меня это очень тронуло, и я что-то стала там врать. Что я вообще не при делах, не знаю. Чуть ли не знаю вообще, кто это такой даже. Ну, выкручивалась как могла. То есть она к вам звонила с просьбой оставить его в покое? Нет, ни в коем случае. Она знала, что Александр этого не сделает. Что все будет так, как он хочет. И заставить его кого-то бросить или что-то поменять свое решение невозможно. Нет, она мне звонила немножечко быть гуманней. К ней? К ситуации, что он женат. Вот. И что она приходит на работу, и там люди на нее смотрят, и что понимают, что вот эти обложки, они не просто так, что делают выводу, судачат. Опять-таки. Ну, вот. Ну, больше обложек не было. Он вас спокойно отпустил, получается? Да нет, конечно. Я прилетела в Сочи на кинофестиваль к Руденштейну, которого знал и Александр, и я. Руденштейн шикарно меня поселил. И, ну, так бывает, я уже прилетела не одна. А, да, я прилетела со своим соседом, который жил в соседнем подъезде, часто видел, как я выбегала то в слезах, то меня высаживали на ходу из машины, то еще что-нибудь происходило. И он очень переживал за меня. И как раз он мне позвонил, уже тогда мобильные телефоны были. Он позвонил, он говорит, а почему я давно не вижу вас, Наталья? Я говорю, а я вот сейчас вот нахожусь, вот, не в Москве, собираюсь в Сочи. Вот. Он говорит, я полечу с вами на кинофестиваль. Я заплачу за все билеты, за все это и так далее. Все, ну, за себя, соответственно, за меня платила организация. Вот. И в отеле он сам себе взял номер. И всячески меня, ну, как сказать, начал домогаться. Ну, как говоря, по-простому, потому что атмосфера Сочи, море и все. А я не могла. Ну, вообще вот. Ну, не могла и все. Потому что для меня это табу. Меня Александр постоянно говорил, где садиться надо в машине, чтобы о тебе плохо не подумали. Сидеть рядом с водителем нельзя. Надо садиться только сзади. Впереди сидят... Извините, рассказываю, как есть. Садилась всегда сзади. И до сих пор сажусь всегда только сзади. Вот. Идти надо на полшага сзади мужчины. Потому что если ты бежишь впереди, ты дура. Вот. Иди сзади мужчины. Мужчина должен открывать дверь. Мужчина должен открыть дверь машины. Все вот эти вот правила... Ну, публично они во всяком случае соблюдались. Александр требовал бы ко мне максимального уважения при всех. То есть, не дай бог, кто-то на меня косо посмотрел. Это значит, человек обязательно пострадает. В итоге, как Александр вас отпустил? Я так и не понимаю. И мы прилетаем в Сочи. Ну, вам это прямо вот так интересно? Это же целый детектив был. Вы себе не представляете? Я прилетаю фактически с мужиком. Вот. Александр тут же находит тоже кого-то. Причем ей было лет 18, по-моему. Дай бог, если не 16. Девочка такая симпатичная. И вот мы ходим по набережной в Сочи. Друг мимо друга, он с парой и я. И все знают, что Александр Новиков и Наталья Штурм, что это пара для всех. Да? Медийная пара. Вот. Он ходит... Она запуганная безумно, боится шага сделать, полшага назад. Мы помним, мы не забываем. Она еще и маленькая, ко всему прочему. Я-то уже взматеревшая на его вот этих уроках. А потом у нас был... Улетали мы. И мы встречаемся в аэропорту. Я на какой-то момент осталась одна. Мой спутник отошел. Кстати, так ничего и не добившись. Он был в шоке. Он был богатый красавец. Сравнительно возраста хорошего. У него был бизнес. Он серьезный такой товарищ был. Что-то связано с какими-то... С криминалом чуть-чуть. Но это меня не касалось. Вот. Он был очень удивлен. Он говорит, а почему у нас с тобой так ничего? Вот за три дня так ничего и не произошло. Я говорю, ну потому что я не такая. Потому что я вот не могу. А, ты еще его не можешь забыть, наверное. Вот. Я говорю, не-не-не. Я говорю, мы точно совершенно расстались. Но должно пройти какое-то время. Вот. Действительно, мне очень тяжело было. Остались вы одна в аэропорту? Осталась я... Я не одна в аэропорту. Я стояла со своей дымом. Он отошел от меня. И подходит ко мне Александр. Знаешь, говорит. Тебе не надарило идиотизмом заниматься? На нас все люди смотрят. Я говорю, Саш. Я говорю, ты с девушкой приехал? Я тоже. Это я, по-моему, даже не говорила. Не дай бог ему не злить. Потому что он начал бы бить его. Я говорю, вокруг меня артисты стоят. Помню, Алферова стояла. Ирина Алферова. Еще какие-то актеры стояли. Потому что это же кинофорум. Вот. Кинотавр. И он говорит, слушай, давай, заканчивай идиотизмом заниматься. Давай мириться. Вот. А та стоит, несчастная девушка, вдалеке тоже не знает, куда деваться. Смотреть вообще тоже нельзя никуда. Она в пол стоит, смотрит. Стронненькая такая, молоденькая. Ну, говорю, вот, жертва, жертва. Вот. Я говорю, Саш, я говорю, потом решим. Потом решим. Все. Дальше у нас в самолете. Этот отважный, который со мной поехал, действительно, просто самоубийца реальный. Вот. Он меня взял, взял, взял за руку. Александр в этот момент проходит по салону с девушкой. Проходит. Фыркает. Вот. Я говорю, господи, ну не надо, пожалуйста. Я говорю, сейчас драка здесь начнется или еще что-нибудь. Ну, мне действительно страшно было. Я знаю, я-то знаю. Ну, я-то знаю, да. Вот. Все. А он говорит, а я ничего не боюсь. Пожалуйста, никаких проблем. Ну, в общем, драки не возникло. Мы прилетаем в Москву. Я опять не еду к себе домой. Александр приезжает. Вот. Я ему только сказала, говорю, собери свои вещи, пожалуйста. Все. Потом был какой-то промежуток времени. Я уже пошла с продюсером, с другим в Союз. И выпускать «Уличный художник». Половина песен была «Александр», половина я за это время уже успела написать новые песни. Вот. И мой продюсер пришел, ему позвонил и сказал, можно мы задействуем ваши песни? Он сказал, этой женщине я отдам все. Историю любви ваших родителей. Вы знаете ее? Да, знаю. Историю любви моих родителей я знаю. Печальная страница, которая в функтирной линии прошла через всю мою жизнь. Вот полюбила она Игоря. Его тоже звали Игорь, как и моего второго мужа. Вот. Полюбила его. И даже когда она уже за месяц уходила из жизни, подводя итог все свои 90 лет, она сказала, ну что ж, жизнь подходит к концу, но я любила. Твою ж этак мать! Всех моих, продуктивных, которые много для меня сделали, они все были, кроме Новикова, хреновые. И дебилы, и имбецилы, и недостойные меня, и вырожденцы. Это был умный ее выбор. Никогда не работал. Всегда жил за счет женщин. Много лишнего говорил, поэтому ему даже в армию не взяли. Это называлось белобилетник тогда. Вот. И жениться он не захотел. Как только он узнал, что мама беременна, а беременность у нее была первая в 33 года, он сказал, дети мне не нужны. Я не хочу детей. У него уже был сын. И мама сказала, нет, этот ребенок родится. И воспитывала она меня одна. Он никогда в жизни не помогал ей ни одной копейкой. Насколько обеспеченной была семья ваша? Она была тяжело обеспеченной. Мама получала 130 рублей. Это считалось хорошей очень зарплатой. Но мама работала ночами. Она читала вот эту редактуру свою, сидела. Иногда даже засыпала просто вот так вот лицом вот над этими рукописями. А я спала с ней в одной комнате, и я ей подкладывала записочки в каждую вот рукопись, чтобы она доходила до какого-то момента. Там сотая страница, например, там написано, мама, я тебя люблю. Вот, там 150-я страница. Я пишу, осталось еще немножко. Вот, Слава, 300-я страница. Соберись. Но одно дело, если это была художественная литература, а иногда попадалась совершенно неинтересная педагогическая литература, причем такая именно вот определенной направленности, где ни одному живого слова не было. Вот ее вычитывать было очень тяжело. Вот. И поэтому мама работала, конечно, только она. Ну и плюс бабушкина пенсия, по-моему, это было не то 30, не то 60 рублей, я не помню. Но все уходило на музыкальную школу, потому что одна музыкальная школа стоила 30 рублей. Она меня всегда очень, со мной возилась безумно. Мама. Мама. И мама, и бабушка, они со мной носились, как с писаной торбой. Даже это вот их выражение. Я знаю, что вы с папой встречались. Смотри. Я всю жизнь всех сантехников и всех рабочих, которые приходили к нам в дом, принимала за папу. Поскольку я не знала, как он выглядит, а я росла, и меня все спрашивали, а что ты, папа, а где ты, папа? Вот, дети же бестактные. Я принимала любого мужчину за него. И вот однажды, где-то мне было уже лет, по-моему, 13, мама подвела меня к зеркалу вместе именно с тем мужчиной, на котором мы вообще никак не волнули. Он самый противный был из всех. Потому что он никогда, он был всегда злой, он всегда был какой-то, вечно всем вот очень ядовитый. Он никогда мне не приносил подарков. Он всегда за деньгами приходил к маме. Даже если мы улетали на курорт, он ей присылал какую-то телеграмму, срочно пришли денег, я в хосте играю. Он играл в преферанс. Вот они там в хосте все собирались и играли в преферанс. Мама ему из своей зарплаты присылала деньги. Вот так-то она его любила. Я вот эту жертвенную любовь вообще понять не могу. Для меня это провал. Вот. И мама подводит в зеркало меня вот с этим дядей неприятным и говорит, вот посмотри, ты спрашивала твой папа. Ну а как в 13 лет? Я там умничать точно не буду. Я как-то криво ухмыльнулась. Я говорю, да. Я говорю, вы? Надо же. Я говорю, никого получить найти не могла. Он так, так, значит, волк, как он говорил, папа, тамбовский волк тебе, папа. А, я говорю, ты лучше мне папу найти не могла. Он говорит, тамбовский волк тебе, папа. Такой характер у человека был. Не знаю, как можно было это любить, но у него такие руки, но он так вот нежен был со мной. Господи, но у меня такие же руки. Но я буду нежна только с тем, кто этого достоин. Зачем себя тратить на недостойных? Вы папу не простили. Ну, что значит папу? Он действительно тамбовский волк. Я абсолютно с ним согласна. Я принимаю. Когда вы поняли, что стали нравиться мальчикам? В каком возрасте? Всегда. Когда в три года я залезла в шкаф, к маме пришли в гости, я влюбилась в ее гостя, Чернобрового, Черноокова. Залезла туда, мама говорит, выходи к гостям, Анатуль. А я говорю, не, не выйду. Я говорю, я люблю этого человека. Она говорит, кого? Я говорю, по фамилии Марансиди. Я говорю, он мой тип. Он был полуеврей, полугрек. Очень красивый. Я говорю, нет, я люблю. Я говорю, я выйду только, если он за мной придет. Он пришел за мной, сказал, что он тоже меня любит, вытащил меня из шкафа. И мы пошли вместе, вот сели. Я всегда влюблялась. Жутко влюблялась. Вот просто сразу вот так. Вот. И тут же все быстро уходило. Нет, вы влюблялись, это понятно. А в вас? Я влюблялась всю жизнь. Всю жизнь. Я привезла маму в Испанию, на Канарские острова, мамочку и Лену. И они идут за мной, а я иду впереди. Вот. А мама идет и говорит, слушай, все мужики подряд идут, смотрят на тебя. Это же надо, чтобы в тебе была такая манкость. Вот. Ты посмотри, как ты им нравишься. И они всю жизнь были. Настолько, что вот на каком-то этапе уже просто надоедает. Даже разговаривать надоедает. Даже время не хочется тратить. Абсолютно. Не хочется обсуждать ничего, говорить. Я говорю, что вы хотите от меня? А вот я хочу твоего внимания. Я говорю, нет, ты сделай для меня что-то, что мне нужно. Помоги в чем-то. Тогда ты меня заинтересуешь. Вы помните, как в вашей юности выглядели самые модные девчонки? Да, мы в туалет ходили на столешниках. Ты что, меня взяли в милицию, забрали за спекуляцию? Да, было такое. Мы с моей подругой хотели улететь в Крым. Так. Нам было по 19 лет. И мы пошли, была точка в Москве такая, на столешниках, рядом с памятником Долгорукого, напротив мэрии. Единственное место в Москве, где можно было купить все. Во-первых, там были помадки, которые насажены были одна на другую. По-моему, польская косметика. Были губная помада, точно так, значит, помадка такая, и для век. Такие же были, тоже карандаши длинные. Были модные кофты, они уже подороже были, конечно. Брюки, обязательно бананы. У меня все это было, я очень модно одевалась. А деньги-то где взять на все это? Мама давала. Мама давала мне. А потом мама мне однажды сказала, слушай, моя подруга приехала из-за границы, вы там со Светкой со своей ходите там где-то, может, вы продадите? Мы пошли со Светкой. У нас все это забрали. Еще и сапоги забрали, которые югославские были, красные такие, знаете, как шпоры, как этот петух такой на красных сапогах. Да, ко мне подошли, а поскольку я всегда активнее была, а моя подруга была более спокойная, вот, ко мне подходит девушка и говорит, а сапоги сколько стоят? Я говорю, 120. Она говорит, АБХСС. Все, и пошли, и повели нас. И мы пришли, там сидели, по-моему, три часа пока до нас очередь дойдет. Догадаться бы, сбежать, нас вообще никто не смотрел на нас. Можно было спокойно, тихо-тихо-тихо, выйти, но все равно мы сапог лишились уже, все, уже потеря. Так мы сидели и дождались, пока штраф выпишут, 50 рублей. А вот такая яркая, эпатажная, вы всегда были? С детства? Наверное, да. Наверное, да. Я всегда шла своей дорогой. Я помню, в пионерский лагерь меня мама засунула, потому что бабушка не могла полететь со мной в Геленджик. И мама меня засунула в обычный пионерский лагерь от издательства. И вот все дети звездочкой идут в одну сторону, а я пошла в другую. И маме моей позвонили, сказали, заберите ее. Она пошла к озеру, где водяные крысы. Искупалась в нем, к тому же еще. Отстала от звездочки. И мы так лишимся звания правофлангового отряда. Сегодня орленок, а завтра орел. Мы верная смена твоя, комсомол. Про любовь хочу с вами поговорить. У вас много было романов, про которые вы сами рассказывали. Два официальных брака. Почему не сложился первый брак? Почему распался? Как раз, где появилась ваша дочь? Ты ошибаешься. Но тебе не хватит передачи. Я вышла замуж за того, с кем у меня не было как раз дочери. За Женю Калинцева, который приезжал на похороны мамы. Это был мой школьный роман, настоящий школьный роман. Мы с ним расписались после школы. Назло тому мужику, Сереже, от которого я родила дочь. Все. Все. Правильно, абсолютно так и есть. Потому что он женат был. Мне надо было чем-то свой, аргумент свой ставить тоже. вернуть свой аргумент. Я колечко показывала, а мы на хоре сидели. Я меццо-сопрано, а он баритон. И я так, вот так вот провожу колечко. Сзади слышу. Вот так вот он. Сережка был постарше. Мне очень красивый. Солист театра Аперетты. Любовь такая, глупость большая. Сережа очень легкий был. Это, извините, папа, который Сережа? Папа Лены. Папа Лены. Красивый, высокий, спортивный. Не ушел от жены? Ушел. У меня все уходили. Кто надо было, уходили все. Так, подождите секундочку. Вы сказали, что папа Лены не был вашим мужем? Не был. А он просто ушел. Он ушел. А почему не стал вашим мужем? И мы не стали расписываться. А потому что мне уже было неинтересно. Стерва. Бываю. Я потеряла интерес. Все. Я добилась своего. Ребенка родила от него. Я хотела от него родить ребенка. Дочь красавица. Он меня любит. Развелся с женой. Жену не знаю, не видела. Хорошая женщина, уверена. Живем вместе. И все. А дальше начались тяжелые 90-е годы. Когда у меня началась карьера, Сережа мне не помогал. Он написал, когда я приехала в Уссет и шел Королевы 91, я же победила на конкурсе у Иосифа Давыдовича Кобзона. И Сережа меня встретил таким транспарантом. Ты королева без шоу. А там был главный приз шоу Королевы 91. И вот такой транспарант. Ты королева без сомнения. Ты королева рождена. Но их теперь так много в Суе. А мамочка у нас одна. Держа Лену на руках, вот с таким плакатом он меня встретил. Потому что я победила, получила первое место. И с этого момента началась моя карьера на фирме Кобзона. Но он мне не помогал, Сережа. Он мне наоборот ставил палки в колеса. Мне надо ехать репетировать, мне надо записывать песни. А тут у Сережи как раз тоже оказывается репетиция в этот момент. А Лену оставлять не с кем. Зовешь маму. Мама приехала, мама начинает ругаться на Сережу, что ей не нравится, как у нас мебель по квартире расставлена. И у меня в результате даже выкидыш произошел на верной почве. Однажды, да. Я еще не знала, что я беременна. У меня было два отца на неделю. И у меня произошел выкидыш. У меня воды отошли. Да. Потому что я так кричала на них, что они между собой ссорятся. Я говорю, «А, здесь вы!» А муж-то куда делся? Муж еще... А, это вот с Сережей. А муж развелись с Женей. С Женей развелись. Из-за вот этого вот папы. Да. Ну, Женя был актер. Он и есть актер. У нас такая была богемная атмосфера. Ну, какую семью здесь построишь? Когда они то собираются вместе у них в спектакле, то они потом бухают весело все вместе. А у нас дома жрать нечего с Женей. Вот так вот мы... И ребенка еще. Ну, ребенка еще не было. И мы год прожили с Женей и развелись. А, развелись. И потом появился вот этот вот женатый. И потом мы тут же помирились. А, нет, нет, нет. Мы еще не развелись с Женей. Меня Сережа встречает на выпускном. Он старше меня был на год в музыкальном училище Октябрьской революции. Вот. Рыдает. Я рыдаю. Мы подбухенькие. У нас вечер прощания. Собрали вместе специально два курса, чтобы нас помирить. Оставили нас в одной комнате. Он говорит, я без тебя жить не могу, я развожусь. Я говорю... А! Теперь я замужем. Че? Он говорит, ты тоже разведешься. Я говорю, я не собираюсь разводиться. Но тем не менее. Но мы уже, да, я его любила, да. И мы с ним развелись, с Женей. И все, и стали вместе жить с Сережей. Дальше начались тяжелые 90-е. И уже решили, что... И мой шоу-бизнес тут. После шоу «Королевы» мы уже окончательно расстались. Буквально там три года прожили вместе. Три года прожили вместе. Вы расстались из-за Новикова? Нет, Новикова не было. А, это уже Новиков появился позже. Нет, нет, нет. Просто шоу-бизнес развел. Отношения с женатым мужчиной, они могут быть оправданными? Отношения с женатым мужчиной оправданы? Ну, мы же не знаем, какая у них там ситуация в семье. Может быть, у жены тоже кто-то есть. Ну, в общем, могут. Допустимо все в жизни. Может, им нравится это. Ну, вот вы, когда были супругой, вы бы как к этому относились? Ой, я к этому и отнеслась определенным образом. Приезжает как-то Сережа из Нижнего Новгорода. Игрушечек у него много каких-то необычных. Вот. Я смотрю и стал чаще танцевать перед зеркалом. И Лена пошла с ним гулять, смотрю, с куколкой возвращается. Я говорю, какая куколка милая, откуда она? Тетя Маша подарила или тетя Глаша, не помню. Я быстренько, я всегда быстро соображала. Сережа на работу ушел, Лена в садик. А я в записную книжку. И смотрю, написано Нижнего Новгорода. А он оттуда как раз приехал. Там телефон. Ничего не написано. А почему не написано? Ага. Я звоню туда, говорю, здравствуйте. Я говорю, вот Сережа у вас останавливался. Написан ваш телефон, я ему крупную сумму денег должна. Вы мне не подскажете, как мне его найти? Он говорит, ой, а он не оставлял своего телефона московского. Я говорю, понятно. Я говорю, ну они еще приедут? Ну удачу просто. Они говорят, ой, не знаем, Ольга тоже, она же концертмейстер. У нее тоже часто бывают какие-то выступления. Я говорю, ну ясно, хорошо, да. Ну вы обязательно там скажите, когда он появится еще, что я не исчезла. Что-то еще наплела и все. Оля, ясно. Приходит домой. Я говорю, ну что ж, дружочек, поздравляю с Олей. Я говорю, оказывается, помадка-то у тебя на летучей мыши была. Не после летучей мыши. И Татьяна Шмыги тебя поцеловала. А у тебя, оказывается, по другой причине она была. Он так отошел к окну. А он же актер, артист, так вот постучал костяшками, пальцами. Провал. После этого у нас был секс в течение четырех дней. Я отключила телефоны. Леночку забрала мама. Он никуда не выходил. Я никуда не выходила. После этого я ему сказала, прощай. Ты мне больше не интересен. Ну все. Потом он еще как-то напивался через окно. Он пытался пролезть, у нас какие-то еще были терки, мы вызывали полицию. Ну мое отделение, когда я тогда жила на Динамо, оно мое было. У нас там все были свои. Ваш второй брак, я даже не знаю, более продолжительный был. Это был настоящий брак. Мы его так назовем. Я тебе помогу. Спасибо. Это был настоящий брак, потому что там были традиционные ценности. Жена-муж, семейные посиделки, прогулки с ребенком, проживание в доме за городом. У Игоря Викторовича была практически верная установка, какая должна быть традиционная семья. И очень красиво он за вами ухаживал, насколько я знаю. Да, он сначала мне дал на клип 20 тысяч долларов. Вот, сказал, что это многовато. Я сказала, да нет. Но он был после казино с выигрышем. Потом я поняла, что я познакомилась с игроком, который еще и любит бухнуть хорошенько. Познакомились мы с ним, кстати, в казино Golden Palace. И он был бухой и играл в покер. Ой, в покер, да. Вот когда вы поняли, что у него проблемы с алкоголем, через какое время? А это было видно с первого же дня. Я не умела играть, и меня подвели к единственному русскому парню. С такой вот мордой, реально в трусах сидит. Потому что все сидели диаспорами, так сказать, за игровыми столами. Этот сидел один, бухой. И я начала вместе с помощницей, с дилером, подсказывать, какую карту. То есть из моих рук шли карты. И я ему сдала. Full house. Straight. Flash. Подряд. Для игрока это вот святое. Это значит, я мазовая. Это значит, надо брать. Ну, помимо того, что я просто красавица и к тому же известная. Он на меня смотрит и говорит, я всегда знал, что у меня жена должна быть именно такая. Он был женат. Он говорит, запишите мой телефон. Я это самое. Я говорю, я звонить не буду, запишите мой. Знаю я вашу песню. Знаю, знаю. Еще так богато пальцами начал пошло щелкать. Знаю. Он говорит, школьный, я говорю, роман. У меня внутри опять все опустилось. Я думаю, дебил, только одну песню знает. Вот. И мы ушли с Лолитой разговаривать о нашем Адевичем. Долго болтали. Она говорит, мы сейчас, я должна сейчас ехать в гостиницу славянскую. Там меня ждет Арнольд Спиваковский. Он за ней тогда ухаживал. У них тоже какие-то были проблемы. Я говорю, слушай, я туда не поеду одна. Я боюсь. Она говорит, я тоже. Я говорю, а кого пригласить? Я говорю, а вон, смотри, за мной ухаживать начал. Его позовем. Вот. Подходит Игорь Викторович, шатаясь. Он говорит, Наталья, а можно вас пригласить сюда вниз в ресторан? Я говорю, я где пою, я там не ем. Мы можем поехать в другое место. Но до этого мы должны Лолиту помочь ей там вот сопроводить ее до одной точки. Он говорит, да поехали. А ты на чем? Я говорю, на этом. Он говорит, а я на Гелендвагене. Я говорю, да мне плевать. Я говорю, поедем на моей. Потому что уже, знаешь, выдрессированная новика. На меня где сядешь, там и слезешь. Ну вот. Мы сели в мою машину. Первое, что он сделал, хозяйский жест. Он посмотрел, кому она принадлежит. Всегда обращайте внимание на такие вещи. Как правило, с таким мужчиной вы потом останетесь без всего. Хотя не факт. Может быть, он вам подарит еще три таких. Мы поехали туда. Там начались разборки. И пустой вестибюль с оружием в руках, значит, Арнольд. Который, не глядя на Игоря, спрашивает Лолиту. А это кто? Она говорит, Нолечка, Арнушенька. Это вот Наташин друг. Ее я узнал. А это кто? Он стоит. Значит, про кого ты сейчас сказал? Про него. В третьем лице. Я говорю, ребят, я вас умоляю. Пожалуйста, тихо, спокойно. Все сейчас разрулим. Все сейчас будет хорошо. Мы просто пришли с Лолитой. Кто он такой? Ты про кого говоришь? Ну-ка, отойдем. И все. И они отходят. И я понимаю, что человек, которого я просто взяла за компанию, сейчас попадет в какую-то переделку. Из-за того, что он не может промолчать стоять. Ну, сказали про него, кто он такой. Ну и дальше. Ну, промолчи-то. Нет, он не может. Вот они, значит, а ты кто такой? А ты кто такой? А ты знаешь, кто со мной? А ты знаешь, кто со мной? И вот началось, я думаю, боже мой, какой ужас. Я говорю, Арнольд, может тебя на секундочку? Смотри. Я говорю, этот мужчина? Я ждала его всю жизнь. Это мой будущий муж. Я человека знала час. Пожалуйста, я тебя очень прошу, не трогай его. Он говорит, хорошо, уходите. И мы уехали. Я его еле утащила. Перебегая много лет назад, после того, как Игорь меня избил, отнимал у меня сына, но не отнял. После того, как отнял у меня абсолютно все деньги, которые мы вместе зарабатывали с ним. И я уехала из его дома, оставив там весь свой, все свои вещи. У меня был концерт. Ты сейчас поймешь, почему я перебежала. Был концерт в одном отделении, там, отмечала, там целое вот огромное гуляние было. Вот. И человек так внимательно на меня смотрит. А уже все прошли сетяжбы с Игорем и все. Он говорит, ты меня не узнаешь? Я говорю, напомни. Он говорит, Арнольд меня зовут. Ты, говорит, потом моему другу звонила. Говорила, уберите от меня это исчадие ада. А ведь помнишь, я его пристрелить хотел. А ты сказала, что это любовь всей твоей жизни. Ты представляешь, как бывает. Я говорю, Ардошенька, почему? Ну, вот это такая шутка была. Не знаю, подойдет она вам или нет. Вот мне интересно. В любом случае, сначала это были хорошие отношения с вашим супругом. Да, да, да. Он за мной ухаживал. Слушай, ну, это азбука азбучная. Это дважды два четыре. Сначала ухаживают красиво. Лютики, цветочки, букеты, машинки. Когда наступила вторая смена? И как это было? Вторая смена наступила, когда я к Женьке Осину поехала домой, как всегда, тусить. С заходом до трех часов ночи. А он недалеко от меня, во мне, я вне как жил. А Игорь был женат. И он уехал домой к жене. Собственно, какие вопросы ко мне? А он приехал обратно и сидел там дома, ждал меня. У него были ключи. И вот он пишет где-то. Я говорю, я у друга. А мы с Женькой очень хорошо, весело проводили время. Нам охренительно было здорово. Он бухал, я просто его веселила. Нам было о чем вспомнить. Мы много гастролей прошли вместе. У нас директор был общий. И вот, значит, я в три часа ночи возвращаюсь домой. А он меня домой не пускает. В мою квартиру. Тут я охренела, конечно. Я говорю, в чем дело? Он меня впускает и начинает наезжать. Ты где была? Знаешь, с таким вот чисто вот блатным, не сидевшей. Ничего. Ты где была? Почему он мне понравился? У него был портфельщик, как у Жванецкого. Такой весь изюзанный. Я ему первым делом подарила очень дорогой кожаный портфель. Шикарный. Брендовый. По-моему, это Кортье. Я ему подарила. В Гуме купила и все. И он мне этот самый портфель говорит, нет, это счастливый портфель. И он у него уже продавленный, и ручка у него отвисает. И он там таскал миллионы. И он эти мне миллионы иногда показывал. Вот он идет в казино. У него с собой десятка гринов, как минимум. Он оттуда выходит, у него сто гринов уже, тысяч. Понимаешь? Или в рублях там, неважно, на что играли. И так же проигрывал абсолютно легко. Он играл, он был очень увлекающийся вот этими всеми делами. То есть свое истинное лицо он вам показал еще до свадьбы? Да. А зачем же вы за него замуж вышли? Я была беременна. Мы хотели сына. У нас была общая цель. У нас была общая цель, и я пошла на все, чтобы забеременеть. Я пыталась понять, почему я не могу забеременеть, не понимая, что Бог мне не дает. Я наперекор всему сделала, сначала пыталась выяснить, нужно ли делать продувание труб. У меня была уже дочь, и у него была дочь. Ну, не дает Бог, никак не получается у нас ребенок. Игорь уже жил со мной. Он уже ушел от жены. Он уже ушел от жены. А жена была с дочкой, где-то отдыхали. И в Мексике мне пришло видение, что именно этот человек, который вот сейчас вот тут вот спит рядом со мной, у него крутое большое плечо, он мое счастье. Я ехала в кафедральном соборе по какой-то лесенке такая, типа эскалатора. И вот проезжаешь, ты должна у Марии Магдалены, святой, что-то попросить. А я, как всегда, зачухал. То ли я поправляла на себе что-то. И это время прошло, и в последний момент, Бог, любовь мне пошли. Пошли большую любовь, огромную, сумасшедшую. И в этот момент меня эскалатор сбрасывает. И вот ночью ко мне приходит видение, что вот эта, которая спит рядом со мной, это он. Э, ты меня любишь? Да. Он. Все. Я, освещенная вот этой темой, что меня любят, я начинаю верить, что это мое будущее, и должен быть он моим мужем. Но, секундочку, я никогда не буду третьей в отношениях. Он мне говорит, я люблю дочь. Я очень люблю свою дочь. Она мне сейчас камушки перевезет с отдыха. Она мне бытыха раскладывает, и так про себя слушает. Так, замечательно. Меня вот на эти все, у меня тоже свои есть сентименты. У меня мама, у меня дочь, я всех обеспечиваю. Мне про твои камушки неинтересно, ты там сам будешь разбираться. Вот. Он меня пригласил домой. Я посмотрела, роскошная квартира по тем временам в Крылацком. Вот. Я про себя подумала, так, не уйдет. Ну и похрен. Значит, не он будет. Значит, кто-то другой будет. И он так еще разлегся на роскошной шкуре у себя в одной из пяти комнат. Там у него колонны в квартире. Вот. Он мне говорит, понимаешь, я очень люблю свой дом и очень люблю дочь. Я не люблю жену, но из-за дочери я не могу уйти. Я говорю, хорошо. Значит, ты остаешься здесь. Ухожу я. И все. Он поехал опять со мной вместе домой. Он меня нигде не отпускал. Он продолжил был со мной. Но наступает день Х, когда они возвращаются из Турции. Они его встречают в аэропорту. И он должен поступить так, как он должен поступить. Собственно, поэтому я за него и вышла замуж. Ты меня спросила, почему? Потому что он поступил как мужчина. Хотя и очень своеобразно. Очень. Был весь день. Я поспорила с одной журналисткой. ТВ-парк называлась она. Подружка. Она говорит, ну никогда на тебе не женится. Позвонила другая. Говорит, а ну чего, он уехал? Сейчас он с семьей останется. Вот жди, точно тебе говорю. Или будет ходить туда-сюда. Я не звоню. Он не звонит. Я открываю шкаф. Все вещи его исчезли. Он забрал с собой все вещи. Он ушел, чтобы не возвращаться. Проходит весь день в 12.01. Он звонит и говорит, я сказал жене, что я полюбил другую женщину и ухожу к ней. Я говорю, подожди, подожди. Я говорю, я не понимаю, а почему в 12.01? Он говорит, а, да все просто. У нас просто был праздник в этот день. Мы отмечали нашу свадьбу. Этот день был нашей свадьбой. Я решил не портить ей настроение. Он дождался, когда начался следующий день, и убил. Да, этого не хотел портить настроение. Он красавец же. Я не обратила на это внимания. Это была моя победа. Я говорила, все, приезжай ко мне. Он говорит, я без вещей. Я говорю, плевать. Он приехал без вещей. Через два дня он мне сказал. Значит, смотри, как он меня называл. Как же он меня называл? Тася. А, нет, Тася у меня первый. Сережа меня называл Тася. Этот Новиков меня называл Ворона или Каркуша. Ну, Павлов меня называл Мышаня. Как я могла забыть? Мышанюшка. Он говорит, Мышанюшка. Значит, смотри. Жена хочет с тобой поговорить. Я говорю, со мной? Я говорю, со мной весь мир хочет поговорить. Со мной вся страна хочет поговорить. Это абсолютно ничего не значит. Я говорю, а не вся медаль. Вот ко всем выезжать на дома, по домам. Потом думаю, а вообще-то интересно для книги было бы. Он говорит, да, ты должна с ней пообщаться. Она хочет кое-что выяснить. Мы с ней встречаемся у них дома. Она мне говорит, значит, я хочу первым делом выяснить, кто будет финансировать дальше мою семью. Он сказал, что вы готовы. Я говорю, да, тысячу долларов я могу вам давать. Он говорит, хорошо. Квартиру он эту не увидит. Из другой комнаты я слышу. Это я сам решу. Мой муж сообщил мне, что он уходит до другой женщины. Я говорю, ну, как сообщил, значит, так и есть. Он будет рогами дверь открывать. Игорь, ты слышал? Молчит. Ты отсюда ничего не возьмешь. Дочь я тебе давать не буду. Значит, алименты там то-то-то-то-то-то. Все по делу. А любви до речи вообще не шло никакой. Он уезжает со мной, живет со мной. Сами там они как-то все это улаживают. Он, конечно же, квартиру поделил пополам. Потому что он не тот человек, который что-то оставляет кому-то. Должна тебе сказать, за то время, пока жили мы у меня, и отстраивался его дом, после пожара, который у него был, он не принес ко мне ничего. У меня остался только нож. Хорошо заточенный нож. Потому что для него это был предмет гордости, что у мужчины должны быть наточены ножи. Он помнил песню Шуфутинского. Это, по-моему, единственное, что он прочитал в жизни. Три года вы вместе прожили? Мы четыре. Четыре года? Четыре года. Мы жили, да, мы жили с 2000 по 2005. С 2001 по 2005. Что самое страшное вам пришлось пережить в его пьяной агрессии? Когда он меня ногами избивал. Это ужасно. И ты никого, тебе никто на помощь не придет. Соседи отмораживаются на участке, причем это ночью. Тебя никто не защитит. Я выбежала за ворота, и та машина единственная, которая стояла, я обливалась кровью, у меня из носа потоком лилась кровь. У меня была поломана та же самая ключица, потому что он меня избил ногами именно по той, где в Швейцарии я получила перелом. Я, прихрамывая, вот так вот волоча за собой вот эту руку, я чуть набросила шубу, я кричала, подождите меня, они быстро положили лыжи и уехали. Это был январь. Это Игорь так отмечал день рождения сына. Годик. Ну вот. Все было много. Там про него рассказывают, там очень все было запущено. Как вы думаете, почему некоторые женщины вот таких мужей терпят всю жизнь? По разной ситуации терпят. Кто-то, кому-то некуда идти, кто-то боится остаться одной, понимает, что муж финансирует. Я себя финансировала сама, Игорь никогда финансами мне не помогал. Да, он дал 100 тысяч мне, там, долларов на пластинку, когда делал. Но эти деньги я ему вернула, потому что все пластинки были проданы. Дальнейшие вещи для себя на концерт заказывала, я покупала, я дарила ему дорогие очень подарки, что делала совершенно напрасно. У меня была подружка, которая говорила всегда, я подарок. Никакой подарок я дарить своему мужу не буду, пусть он мне дарит. Кстати, она была права в чем-то. Вот я мужу ездила в Крокус, дарила там вот твой дом, там дорогие были хрустальные вазы, такие были для вина, вот чтобы у Игоря красиво все было. Он пил вино из такой чаши, я ему дарила, будучи уже даже беременной. А в день моих на Новый год, я родила Арсений 10 января, он вообще не приехал. Да, он напился. Я сидела с дочкой одна, и где-то в половине 12 я поняла, что надо ехать в Москву. Вот с таким огромным пузом, с экошным пузом, я сделала эко все-таки в результате. Вот я поехала в Москву, меня друзья пригласили в ресторан, и вот так вот я встретила Новый год. Вот где-то числа 4-го Игорь, до 4-го числа высиживал меня около дома, ночевал тоже там в своей машине. В конце концов я уехала вместе с ним на дачу, и у меня где-то с 9-го на 10-е отошли воды, раньше времени на 2 недели. И меня отвезли вот уже народу. То есть по большому счету, так он себя вел с самого начала? Когда он был трезвый, это был милейший человек. Жадный, но милый. Семьянин, верный, кстати, тебе сказать. У меня никогда не было никаких подозрений в отношении того, что у него были какие-то женщины. Потому что он все время был рядом. Он за мной следил. У него на это, во-первых, не было времени, во-вторых, он был очень брезгливый. Поэтому он мне, я уверена, что не изменял. Да на самом деле, мне было по барабану на самом деле. Знаешь, если бы даже изменял, чтобы я об этом просто не знала, чтобы мне не надо было делать лишнее телодвижение, разбираться с кем-то, волноваться. Зачем? Зачем? Чувства, они сами уйдут. Если мужчина мне изменяет, я просто его разлюблю, и все. Вы как ему сообщили, что уходите от него? Он меня избил. Я не сообщала, я просто убежала. В крови вся. Убежала. Но это же был не первый раз. Это был второй. Это был второй раз. Первый раз он меня избил. Это было в его доме. Не избило, он меня ударил. Сильно я пошла, написала заявление сразу в нашу, ну вот эту судебную нашу экспертизу. Вот. Там зафиксировали все. Я сказала, еще раз ударишь, я от тебя уйду. И вот это произошло второй раз. Больше он меня... Нет, других моментов не было. Но он плохо отреагировал на ваш уход, то есть он у вас все отнял, как вы уже рассказали. Он был... Что-то он до последнего. Он говорит, я тебе сына не отдам. Я тебе ничего не... Вещей твоих не отдам. Мы 10 лет вещи мои возвращали. Ну и сына... Сына Кобзон меня вернул. Вот расскажите как. Потому что суд встал на его сторону. Суд ни на чью сторону не встал. Это очень важный момент. Суд решал. Окончательного решения никакого вынесено еще не было. Поскольку у нас было два заявления в полицию. Первое на избиение, а второе на определение места жительства несовершеннолетнего Арсения Павлова. Вот. У нас было два разные инстанции. По избиению наш следователь принял взятку в количестве 3000 долларов. О чем мне сообщил тут же Игорь Пьяный по телефону. И дело закрыли. Я пошла к... Как сейчас помню, прокурор Одинцовского района был в моей ситуации очень хороший человек. Он сразу говорит, вы говорите правду? Я говорю, да, я говорю правду. Посмотрите на меня. У меня завязана одна рука, я вся избита. У меня был переломан нос, переломана ключица, и все тело было в синяках. Если в отделении полиции над этими фотографиями просто ржали, Голицынское отделение милиции, никогда вас не забуду. И дознавателя, и следователя, и всех. Я всех вас помню поименно. Вот. Надеюсь, что они уже там не работают. Во всяком случае, того, кто взял взятку, уволили достаточно быстро. Они все смеялись над фотографиями и быстро закрыли это дело. Вот с ребенком это была другая ситуация. И я поехала к одному авторитету, очень серьезному человеку, который давно уже занимался бизнесом, авторитетный человек. И он сказал, слушай, вашими делами занимается Кобзон. Ты его знаешь? Я говорю, прекрасно знаю, конечно. Мы всю жизнь там в общей площадке, там вместе, на концертах. Вот. Он говорит, почему-то... Я говорю, просто не догадалась. Он говорит, я ему позвоню и договорюсь о вашей встрече. А он был, Кобзон, после операции. Это как раз у него в Германии первый раз была онкологическая операция. И он был очень слаб. Я приезжаю к нему в Пекин, в гостиницу. У него там офис был. И ищу по комнатам. У него была одна покойницкая, где были фотографии всех ушедших его товарищей и коллег. А другая была с живыми. Вот в этой комнате мы встретились. И я слышу, он издалека идет... А мне предупредил вот этот человек, посредник наш. Он просил не называть свою фамилию и имя. Он сказал, Наташ, только я тебя умоляю, вот не плачь. Он не любит, когда плачут. Не нужно это совершенно никому. Я что сделала? Я нарядилась. У меня вот здесь вот сапфиры на четверть миллиона долларов. У меня поклонник подарил. Вот за это время у меня еще появился поклонник. Но это был человек, которого нельзя было грузить ничем. Абсолютно. Он не должен был этим заниматься. И, кстати, разлюбила я Игоря из-за него. Потому что я видела такую разницу. Он был очень серьезный человек, очень великий человек. Потрясающе ко мне относился. Но это был тот уровень высочайший, когда я не могла ему говорить, что меня избили. Я не могла говорить, что меня отнимают ребенка. Я просто ему сказала, что у меня сейчас кое-какие проблемы. И вот так вот. Поэтому я так плохо выгляжу. Худая была очень. Он говорит, почему такая худая? Ну, он тоже был женат. Но там совершенно другая ситуация была. И когда я пришла к Кобзону, я была вся в сапфирах на четверть миллиона долларов. Кольца, здесь вот ожерелье. Выглядело великолепно. Красивое, накрашенное. И вот я сижу. Мне главное было показать, что я не пришла просить мелочь какую-то, что действительно речь идет о важном, о чем-то. И Иосиф Давыдович идет откуда-то издалека, из других комнат, и говорит, вдруг таким слабым голосом, совершенно не своим баритоном, говорит, Натуля, ты где? И я вскакиваю, несусь к нему, вот так вот заметил, Иосиф Давыдович! И начинаю плакать. То есть с точностью все наоборот абсолютно. Ну, ладно, 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 все, успокойся, успокойся. Все, давай, давай к делу. Чего там у тебя случилось? Денег много у него? Я говорю, не знаю. Он говорит, ну да, правильно. Как правило, жены не знают, если деньги большие. Вот, он русский? Я говорю, да. Он россиянин? Я говорю, да. Он говорит, ну, слава богу, что он не иностранец. Уже хорошо. Дальше он выяснил, какой суд, что там такое. Он говорит, ребенок у тебя прописан? Я говорю, да. Вот, ты, на тебе никаких нет там, не пьешь, не куришь, не ведешь там социальный образ жизни? Я говорю, ну, вы же знаете меня. Меня вся страна знает. Вот. Он говорит, ну, все, все, понятно. Хорошо, когда суд? Я говорю, тогда-то. Вот. Он говорит, значит, смотри. Иди сейчас домой, успокойся, у тебя еще есть дочь. И занимайся ею. Я говорю, да вы понимаете, если вы доводите, он говорит, слушай, ты себя пришла умную слушать или меня? Тоже не дал слова сказать вообще. Никто мне не давал слова сказать. Я только хотела душу свою излить. Вот. Ты себя как будешь слушать умную или меня? Вот. Иди сейчас домой, занимайся дочерью. Ни о чем не думай. И позвони мне через два дня. Все. Я, конечно, окрыленная тут же звоню вот человеку, который посредник. Он говорит, нет. Ну, это он сказал, значит, все. Значит, он все сделает. Это главное слово. А вот. И звонит мне тут же Игорь. Это просто комедия. Рыдает. Я сижу, курю одну за другой в ок. Я тогда курила. Это после этого бросила. Вот. Зеленого цвета, измученная. Потому что, ну как, годовалого сына отняли. Ну, не вижу ребенка. Я чуть с ума не сошла. Вот. Он еще толстый такой был. Он еще с рук моих не слазил. Он вообще как барин всегда рос, Арсений. Вот. Дом огромный. Все. Там няньки, дядьки все. Вот. Он мне звонит. Мышаня, у меня проблема. Я говорю, какая же? Он говорит, ты знаешь, у меня рушится все. Я уже вроде как договорился. Я говорю, с кем? Нет, ну там договорился, что сын у меня будет. Что суд в мою пользу примет. Я говорю, стопочки, секундочку. Это каким же образом? Нет, подожди, подожди, подожди. У тебя кто-то вмешался с твоей стороны. И теперь все уже иначе. Я говорю, да, а ты как хотел. Ну, у тебя же нет денег. То есть, это человек о психологии. Что если у тебя нет столько денег, сколько у него. Помните, как та история с Полонским и с миллиардом? То ты никто. Ну, вы знаете, связи или деньги всегда побеждают связи. Потому что связи – это плюс деньги чьи-то. А деньги – это просто деньги. Если у тебя нет человека, который может за тебя замолвить слово, то твои деньги не всегда сработают. Ну, в итоге ребенка вам во сколько лет вернули? Нет, сразу, через 4 месяца, как только суд закончился. Через 4 месяца вернули. Определение суда, все сразу передали. Он выполнил все абсолютно. Все его игрушки, все его вещи. Это, собственно, и нужно было. И дальше началось вот до 5. До 5 лет он жил у меня в Москве. Потом Игорь его определил в Ломоносовскую лице или Ломоносовский детский сад изначально так. И он уже начал туда ездить с водителем. Ну, а потом в школу туда пошел. То есть он с 5 лет был в этой Ломоносовской школе. И до 13 лет он ходил на хоккей там вот на Рублевке к папе. То у папы был, то у меня. Игорь, конечно, делал много подлостей. Часто забирал из школы. Я туда мне туда из Москвы ехать полтора часа по пробкам. Вот. Я приезжаю, мне говорят, а Арсения забрали. Он улетел в Эмираты. И Игорь звонит. Ну, что, говорит, уткнулась носом. То есть он уже загорает. Он стал Арсения настраивать против вас. Он, Арсения, настраивал всегда против меня. С самого начала. Он говорит, мать никто. Мать, а, ну, что подумаешь, родила. Вот он всегда говорил. С ним бесполезно разговаривать. Он абсолютно вот упертый. Даже его собственная мама говорила ему, что ты как, как она, говорит, не баран она его называла, как ты ласкова она. Как бычок, уткнувшийся на ворота. Вот так вот. Какие у вас сейчас отношения с Арсением? С Арсением? Да. С Арсением никаких нет отношений. Я жду, когда он подрастет и сам проявит, сделает первый шаг. Ему сколько сейчас лет? 20. 20 лет. То есть вы поняли, что для сына будет лучше, если он вернется к родцу? Я не справилась просто. Это невыносимо. Справиться с человеком, у которого были на протяжении 13 лет повар, горничная, садовник, воспитатель. Причем воспитателей несколько. И один из них учитель английского. Священник. Вот до такой степени он старался подобраться к Арсюшиному менталитету и пониманию мира. Да, что вот священник у него английский преподавал. Уже человек святой просто. А он нет, Арсений, он не конфликтный, он очень добрый парень, хороший. Ну, отец отбил у него желание учиться. Он его не научил, учился. Он говорит, все правильно. Учителя его приглашают в Ломоносовскую. Говорят, смотрите, извините, тысячи раз, миллион двести в год. Ну, понятное дело. Извините, вот ради бога, ради бога. Но вот у него по этому предмету не очень хорошо. Еле тройку натягиваю. Значит, вы плохо учите его. Мой сын всегда прав. Я говорю, ну, с Арсением надо еще позаниматься. Ну, не хочет он, не надо. Все равно, как-то выпустят его из школы. Не хочет, не надо давить на ребенка. Он его, по-моему, я говорю, ты его на выпускной звонок, по-моему, на закорках принесешь. Ну, то есть на вас Арсений обиделся, а с сестрой он общается? Нет. Тоже не общается. Тоже обиделся. Сменим тему. Конечно. Я хочу с вами поговорить даже не о любви, а о мужчинах. Потому что вы такая яркая, красивая женщина. У вас много романов. Очень много. А есть женщины не менее яркие и красивые, но у них нет романов. На них внимания мужчины не обращают. Вот как вы думаете, в чем секрет ваш? Ну, может, в том, что я не особо и стремлюсь к тому, что у меня были романы эти. Мужчины сами приходят ко мне и сами проявляют интерес. Ну, вот что нужно мужчине, как вы думаете? Мужчине нужен, во-первых, секс. Ему нужны мечты об этом сексе. А когда мужчина не может заниматься сексом вследствие каких-то ситуаций, то есть или возраст, или здоровье, то с ним надо грамотно разговаривать. Ты должна быть умная, ты должна много читать, ему должно быть интересно с тобой. Он должен развлекаться. Тем более состоятельные мужчины, а зачем нам другие, они должны иметь игру вот эту. Вот это то, что у них еще не было раньше в жизни. Какая у вас главная претензия к мужчинам? Они избаловались очень. На каждую кастрюлю находится по 500 крышек, как говорила Виктория Токарева. Их ценят даже тогда, когда они этого и не заслуживают. А какая главная претензия у мужчин к вам? А у них нет ко мне претензий никаких. У них, может быть, не доставляя... У них, возможно, не хватает финансов для того, чтобы за мной ухаживать. Это единственная претензия, которая у них может быть. Если у них маломальски хватает как-то мне красиво сделать, сделайте мне красиво, да? Помоги мне в чем-то. Это же не так сложно. Вы тратите столько средств на какую-то ерунду, хрень полнейшую. Вот. Сделай мне так, чтобы я приходила куда-то и думала, вот это мне подарил ты. Или садилась в машину и думала, что это мне подарил ты. Да даже эти цацки, которые мне неинтересны уже давным-давно, что это мне подарил ты. Вот. Ты даже, ладно, семи пядей во лбу не будь. Хотя бы не обижай просто. Не грузи меня. Не ревнуй. Потому что я артистка. Ты берешь, ты знакомишься с артисткой. Артистки всегда улыбаются. На кого бы они ни смотрели. На оператора одного, второго, на второго режиссера, первого, второго. Мы улыбаемся всегда. Это не значит, что мы хокетичем, и мы спать пойдем со всеми вместе. Мы просто улыбаемся. Мы по натуре должны быть такими, как цветочки. Вот эти цветочки надо поливать их. Удобрять. Тогда цветок будет без шипов. Будет красивым, пахучим. И радовать глаз. А если вы к нам относитесь, как к сорнякам, или к чему-то там, к полыне, вот, вы будете вдыхать эту полынь. Как вы относитесь к одиночеству? Прекрасно. Я обожаю одиночество. Это момент, который ты должен с этим моментом справиться. Внутри себя. Тебе никто не поможет. Потому что всем наплевать. Наплевать на тебя, наплевать на меня. Люди смотрят, получают от нас удовольствие. На самом деле, помогать может только мать, которая тебя любит. Потому что даже твои дети, они тоже эгоистичны и настроены на свои цели, на свои интересы. И когда уходят наши родители, вот у меня ушла мама, она все равно со мной. Потому что я знаю каждую секунду, что бы она сказала. Она бы сказала, во-первых, выпрями спину, поменьше говори «я». А почему у вас такие противоречивые отношения с мамой? Мама была противоречивый человек. Очень. Она звонила. Как только я уезжала, она мне звонила на Туленька. Спасибо тебе огромное за подарки. Спасибо тебе огромное за все, что ты мне рассказала. Это было очень интересно. Это очень важно. Я плачу сейчас сижу. Потому что хотела тебе сказать, как я люблю тебя, как я тебе благодарна. Но пока я была у нее, я выслушала, что со мной можно сдохнуть с голоду, потому что я привезла 30 тысяч, а не 50. И я уверена сейчас, будь жива моя мама. Первое, что она меня спросила бы после того, что да, ну и устроили вы мне здорово. Шесть, три больницы, шесть пансионатов. Это зачем? Это совершенно лишнее было. Я тебе сказала, надо делать эвтаназию. Я тебе сразу сказала, когда я начала сыпаться. Это мамин характер был. Она была очень жесткая, нежная одновременно, но лирическая в отношении в основном других. Со мной она делала так. Она примерилась, так писала. Она говорит, да нет, ты не справишься, конечно. А знаешь, почему она знала, что я не справлюсь? Потому что она в душе понимала, что я ее искренне и очень сильно люблю. И сама никогда в жизни не смогу сделать так, чтобы она ушла раньше из жизни, чем она уйдет сама. Поэтому она сказала эту фразу. Мне надо найти сиделку или как медсестру, которая сделает мне укол. Я говорю, полетели за границу. Хорошо. Это мой последний с ней разговор был. Я говорю, у тебя паспорт есть. Вычитала быстро. Я говорю, полетели в Португалию. Хочешь? Хорошо. Полечу. Я смотрю, ноги. Начинается тромбоз. Я быстро ее в больницу из одного места в другое ночью на платной скорой. Привезли ее. Очень ухаживали. Потрясающе. Я не насчет одного места не могу пожаловаться, чтобы как-то относились к писаной торбе. Мама себя везде вела как барыня. Везде все должны были быть у нее в подчинении. Сделайте так. Поднимите вверх. Капризничала очень сильно. Я видела, что люди устают. Я предлагала деньги. Никто не взял. Но там и так стоит, извините, 60 тысяч за месяц. Вот три месяца мы вот так вот с Леной промучились. В больнице ко мне даже не вышел главный хирург. Ну, хирург этого отделения. Потому что я поняла, что он дает мне понять, что ему нечего мне сказать. Потому что ноги начали синеть. И это дело уже было нескольких недель. Вот. И она все время стала, слава богу, вспоминать меня и мое имя называть правильно. Потому что она меня до этого Леной называла, путаясь с дочкой, с внучкой. А тут она говорит, Наташа, Наташа, скажите, Наташа, у меня известный человек. Наташу найдите. Она сказала, наконец-то, что я известный человек. Она говорит всегда, будь скромнее, будь скромнее. Неправильно. Нельзя везде говорить. Нельзя человеку творческому говорить, будь скромнее, будь нескромнее. Лезь во все дыры, лишь бы только тебя знали, видели. И знакомиться со своим творчеством. Всех абсолютно. Абсолютно с этим согласна. Скромность – это не наша стезя. Не творческих людей. Вот, а она в меня вдалбливала наоборот, надо уйти, надо уступить, пусть эти, пусть эти, вот пропусти вперед. Вот, ну и, в общем, вот так получилось. Как вы узнали, что ее не стало? Я рядом сидела. Я сидела рядом с ней, гладила ее по ногам, и она вот так вот закинула голову опять, мама-мама-мама-мама-мама-мама-мама-мама, потом затихла, я на нее старалась не смотреть, мне неприятно было видеть это все. Я ее гладила по ногам, она затихла, подошли работники, сказали, по-моему, это все. Приехала перевозка, но этот момент я не смогла выдержать, потому что они расстелили на полу вот этот черный пакет, вот этот, взяли мою уже худенькую маму, вот, и это, тут я отвернулась, Лена смотрела, вот, я отвернулась, согнулась в позе эмбриона, ну, они загрузили машину, у Лены стоит здесь машина, там машина большая, уезжает, было очень холодно, минус 30 градусов, это было 3 января, я пошла за машиной быстро, я говорю, ну, как мама уезжает, а я должна вместе с мамой ехать. Я никогда не чувствовала ничего подобного, у меня мир рухнул, я жила и старалась делать все для нее, и даже когда она меня ругала, я и всегда прощала, потому что это есть безусловная любовь, когда ты прощаешь человеку, которого ты любишь. Только так.